В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кандидаты в кандидаты. Горожане могут принять участие в выборах председателя КУМИ. Собрание собственников, жители Старого района обсуждают планы застройки северо-восточных территорий. Весеннее вдохновение. В художественной галерее открылись новые выставки. Далее расскажем обо всем подробно. Горожане выскажут свои предпочтения в выборе председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом. 2 апреля пост руководителя КУМИ покинул Владимир Лутиков. В связи с этим в администрации пройдет конкурс на замещение вакантной должности. Дополнительным бонусом на этом конкурсе станут результаты народного голосования за кандидатов в кандидаты председателя Комитета. В бланке опроса общественного мнения 4 человека. Советника генерального директора ООО «Уютный город» по правовым вопросам Алексей Волгин, заместитель директора ООО «Маквега» Дмитрий Лебедев, заместитель директора ООО «Саровинвест» Леонид Бородулин и замдиректора ФГУП МРЦ «Волга-2» Людмила Тырсина. Отдать свой голос за одного из кандидатов можно будет в четверг, 19 апреля, в Центре поддержки предпринимательства с 10 до 16 часов. Участие в голосовании могут принять все желающие. Это не только предприниматели, те, кто у них работают, это вообще все горожане. Потому что с КУМИ работают не только представители бизнеса, но и абсолютно любой представитель другой работы. Это социальные служащие, это пенсионеры, может быть, и так далее. Потому что нам поступают звонки, и есть пенсионеры, которые также задают вопросы и хотят принять участие в этом голосовании. Результаты голосования не станут определяющими при выборе председателя КУМИ, но их обещают учесть при принятии решения о замещении вакантной должности. К другим новостям. Собрание собственников – нередкое явление для нашего города. Ответственные жильцы многоквартирных домов регулярно встречаются со своими соседями, чтобы обсудить насущные проблемы, как меньше платить за коммунальные услуги, что делать, если управляющая компания не выполняет свои обязанности. Но в этот раз собственники квартир в домах номер 45 и 47 по улице Шверника решили обсудить более серьезные и масштабные темы. На собрание они пригласили и нашу съемочную группу. Одним из главных вопросов повестки стало обсуждение застройки этого района. Жильцы не на шутку обеспокоены тем, что совсем скоро здесь начнется строительство микрорайонов 1А и 1Б. И лес под их окнами может превратиться в строительную площадку. Надо наставить, чтобы вообще здесь сделали, я говорю, дикий парк, очистили, нормальная зона отдыха. У нас в старой части города ее нет, нет парка. Уже весь город уже лысый становится. Я говорю, заповедные места, заповедные. Как не жалко вырубать вообще все это, когда у нас есть места, где можно строить. В прошлый раз общественное обсуждение по этому вопросу собрали немалое количество людей. Пришедшие жители не скупились на предложения. Застройку бы хотелось видеть менее плотной, а зеленых территорий должно быть больше. Все предложения были услышаны и записаны. Но, как оказалось, далеко не все заинтересованные горожане знали об этой встрече. Поэтому к очередным общественным обсуждениям, которые пройдут 27 апреля, инициативные жители решили подготовиться заранее. И самостоятельно повестить соседей о грядущем мероприятии. Реклама была безобразнейшая. Люди 46-го дома, они говорят, мы пришли бы всем составом, а наш депутат, он не знал. 27 апреля, перед праздниками, это короткий день, дальше будут праздники. Если будет тепло, конечно, город у нас опустеет, и вы знаете, что многие уезжают. Конечно же, число назначено не очень целесообразно, но тем не менее, если мы с вами придем и выскажемся на этих публичных слушаний, это тоже будет в нашу пользу. В конце концов, власти должны нас услышать. Общественные обсуждения по застройке микрорайонов 1А и 1Б пройдут 27 апреля в 17 часов в актовом зале администрации. До этого времени горожане могут внести свои предложения и пожелания в письменном виде в кабинете номер 220 на имя председателя комиссии, чтобы их включили в протокол. Также на собрании собственников обсудили ситуацию по строительству новой поликлиники, а точнее, как возведение в этой части города здания может отразиться на близлежащих домах. Вы знаете о том, что у нас 46-й дом по улице Силкина находится в аварийном состоянии. У него трещины по всему дому идут, там проваливается фундамент. Они все бьют в колокола и говорят о том, что если будет застройка детской поликлиники, они 120 с лишним квартир просто рухнут. Их никто не слышит. Постановление об утверждении проекта межевания участка под строительство новой поликлиники уже подписано. Но жители этого района и участники прошлых общественных обсуждений считают его незаконным и нарушающим их права. И чтобы мнение горожан все-таки было услышано, они составили обращение, которое планируют направить губернатору в Нижегородскую епархию и прокуратуру с подписями жильцов. Мария Рунч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. В 2018 году в Нижегородской области заменят около тысячи лифтов. Общая сумма финансирования программы составит около двух миллиардов рублей. Новые лифты энергоэффективны и оснащены современной системой безопасности и антивандальным покрытием, а также информатором этажности для того, чтобы ими могли пользоваться люди со слабым зрением. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ГОСДУМА Саровчане стали победителями конкурса научно-технического творчества среди учащихся профессиональных образовательных учреждений. Лучший в номинации радиоэлектроника, оптика и приборостроения жюри признало разработку студентов Саровского политехнического техникума. Будущие электрики изобрели универсальный малогабаритный искатель. Подробности далее. От обычных отверток и плоскогубцев до новейших приборов с использованием современных технологий. Сегодня в распоряжении техников-электриков и тех, кто только готовится ими стать, есть множество оборудования. Но до недавнего времени рабочим приходилось пользоваться либо достаточно дорогими приборами, либо теми, функционал которых ограничен. Студенты СПТ имени Музрукова взялись за решение этой проблемы и создали универсальный прибор. Прибор называется универсальный малогабаритный искатель электромаг, предназначен для обнаружения скрытой электропроводки и обнаружения электромагнитного поля и также определения полярности электромагнитного поля. Работает прибор очень просто, зато польза от него колоссальная. Если раньше проводку в стене приходилось искать вслепую, то сейчас достаточно провести аппаратом вблизи выключатели или розетки и дождаться, когда на нем загорится лампочка. На создание прибора у студентов ушло около двух месяцев. Каждая разработка должна, наверное, опираться на тот опыт, который имеют наши студенты. Эти ребята – это будущие техники электрики. Понятно, что, естественно, они не основываются только на рабочих специальностях, они будут учиться, надеемся, что и дальше. Новый прибор может применяться в домашних условиях и при работе техников-электриков на производствах. Еще одна немаловажная функция – обнаружение закладных устройств, что поможет работе служб безопасности в организациях и на предприятиях. В ближайшее время разработчики планируют усовершенствовать свое изобретение. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Весна в художественной галерее. На главной выставочной площадке города открылись сразу две выставки, авторами которых стали уже известные саровскому зрителю мастера живописи. Член Союза художников России Ольга Тихонова представила свою экспозицию под названием «Города и сезоны», а картины в исполнении супругов Антона и Анастасии Лобовых объединены темой «Жизнь в цвете». В залах художественной галереи воцарилась красочная и по-настоящему весенняя атмосфера. Солнечные пейзажи, цветочные натюрморты и душевные портреты, вышедшие из-под пера мастеров изобразительного искусства, которые за свой творческий путь успели побывать в различных уголках нашей страны. Не стал исключением и наш город. Сегодня с нами знакомые лица, но знакомые в рамках других проектов, больших проектов, где были представлены одна, две, три их работы. А сегодня мы на персональных выставках. Член Союза художников России, лауреат московских и международных конкурсов Ольга Тихонова большинство своих картин пишет на пленэре. За редким исключением, будущее произведение искусства приходится доделывать в мастерской. Именно поэтому работы художницы наполнены настоящим дыханием природы и неповторимой палитрой красок окружающего мира. Замечательная выставка и именно весеннее настроение, такие краски, цвета, мне очень понравилось. Не было такого давно, чтобы я пришла и прям каждая картина до мураша. Очень понравились картины с зарисовками Крыма, напомнили, навеяли впечатленные воспоминания о отдыхе. Сплошной восторг, очень-очень красивые и пейзажи, и цветы, и натюрморты. Творчество супругов Антона и Анастасии Лобовых объединяет следование традициям академической европейской живописи и школы русского импрессионизма 20 века. Работы Антона отличаются более яркой и широкой манерой письма. Анастасия пишет в традициях русской классической живописи. Экспозиция «Жизнь в цвете» дает возможность взглянуть на творчество художников, с другой стороны. Две разных школы, два разных подхода. Нет никакого желания сравнивать одного художника с другим художником. Хочется просто прийти и насладиться живописью, и посмотреть пышные цветы, которые мы уже ждем, и окунуться в это голубое совершенно небо с белыми облаками. Увидеть экспозиции можно будет до середины мая. После этого в художественной галерее начнется подготовка к большой юбилейной ночи в музее. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Служба новостей Саров, 24. В Белоруссии подведены итоги третьего международного конкурса мультипликации на своей земле. За победу боролись более 150 претендентов из России, Венгрии, Израиля, Узбекистана и других стран. Диплом лауреата был присужден мультфильму «Зачем пингвином свитера», авторами которого стали педагоги и воспитанники студии «Кадрики» детской школы искусств номер 2. «Бывает так, что море загрязняется нефтью». В основу детского мультика легла реальная экологическая катастрофа. Несколько лет назад у берегов Австралии от разлива нефти пострадали пингвины. Перептиц слиплись и сами очиститься они не могли. Волонтеры нашли оригинальную идею спасения птиц. И тогда приходится на помощь люди, они помоют пингвинов и одевают на них свитера. Обсудив на занятии эту тему, дети сами придумали сценарий, нарисовали персонажей и принялись за съемку. Рисуя своего пингвина, Юля придумала ему не только яркий свитер, но и наделила героя характером и повадками. Мой пингвин очень любит костей и он ест только рыбу. Мария Долина дала ребятам полную свободу творчества и не предлагала никаких шаблонов. Каждый рисовал так, как видит своего пингвина, вкладывал в него частичку души. В детском творчестве и в детском мультфильме прежде всего важно, чтобы каждый нарисовал то, что он видит и то, что он чувствует. Рассказать о серьезном на языке детей и донести важные заботы о природе в современном мире у кадриков получилось. Мультфильм «Зачем пингвинам свитера» вошел в число лауреатов международного конкурса. Елена Грисцкова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей САРУ-24. Воспитанник спортивной школы ИКАР Андрей Малыгин призер первенства России по рукопашному бою среди юношей и девушек. В Ростове-на-Дону завершились соревнования, по результатам которых саровчанин поднялся на вторую ступень пьедестала почета и завоевал право выступать на первенстве Евразии по рукопашному бою, которая пройдет в мае в Уфе. В чем секрет спортивных достижений будущего чемпиона, выясняла наша съемочная группа. На протяжении семи лет Андрей Малыгин занимается в секции самбо. Спортсмен принимал участие в областных и всероссийских соревнованиях. Андрей признается, что хорошая подготовка и владение навыками рукопашного боя позволили ему успешно выступить на первенстве России в Ростове-на-Дону. От команды ехали только я и тренер мой. Приехали люди со всей России, то есть уровень был такой сложный и было много народу. В весовой категории свыше 75 килограммов Андрей занял второе место. Результатом спортсмен остался недоволен. До долгожданного золота ему оставалось всего несколько очков. Но не справившись с волнением, он все же отдал кубок сопернику. Характера в конце не хватило. То есть, например, я проигрывал бал, я мог отыграть, просто полететь и ударить. Но времени мало уже оставалось. В отличие от Андрея, его тренера Валерия Трубина результат воспитанника удовлетворил. К соревнованиям они готовились вместе. И с каждым днем вдвое увеличивали нагрузку. Подготовка была в течение двух месяцев перед соревнованиями. Тренировки и утром, и вечером были. Подошел он к этим соревнованиям очень серьезно. В Ростове Андрей Малыгин завоевал право выступать на первенстве Евразии по рукопашному бою, который пройдет в мае в Уфе. Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Всего вам доброго и хороших вам новостей.